Всем привет! Вы на канале Сергей Аганчаренко. Сегодня речь пойдет о смартфоне Samsung S24 Ultra. И путем подбора, путем, скажем так, проб и ошибок, я все-таки получил возможность, или у меня получилось найти решение, почему и как достичь на Samsung S24 Ultra мощность зарядки, ну хотя бы, которая будет примерно до 45 Вт. Не так, как я ранее говорил, что есть возможность заряжать смартфон Samsung S24 Ultra только оригинальными зарядными устройствами, но все-таки есть возможность заряжать и сторонними. Ну, например, вот такие вот Ugreen на 100 Вт, Ugreen на 65 Вт, или Bezos на 65 Вт, или же любые другие, которые поддерживают протокол PPS и Power Delivery. Вот такие вот на 120 и на 240, все, что я показывал, это будет работать. Ну и, в принципе, давайте я покажу, что это в реальности работает. Для примера использую вот такой вот 100 Вт кабель, точно так же с индикацией зарядки. Смотрим, что мы здесь видим. Мы видим, что здесь очень быстрая зарядка 2.0 пошла, и видим процент заряда. Сейчас 12, и что мы здесь видим? 40, вот таким вот образом. Давайте сейчас на камеру покажу. 44 Вт. То бишь, в реальности, как вы видите, 43-44, изначально там порядка 45 Вт было. Ну и что здесь можно сказать, то, что вот Power Delivery включен, то, что в реальности любыми сторонними зарядными устройствами можно достичь 45 Вт. Другой нюанс в том, что, ну сейчас нужно немного подождать, и я покажу, в чем состоит еще другой нюанс. А любые зарядные устройства по типу Bezos, Ugreen, Anker, U-Sams и прочее, 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 которые имеют стандарты Power Delivery и протоколы PPS, будут работать с данным смартфоном и с примерно такой же мощностью. Теперь давайте немножко подождем и посмотрим, что будет далее. Ну и также стоит соблюдать еще несколько моментов, чтобы добиться такой скорости заряда и мощности. Кстати, D46 иногда подпрыгивает. Здесь есть два нюанса. Во-первых, батарея смартфона не должна перегреваться при зарядке, то есть она не должна достигать выше 40 градусов температуры. Соответственно, она должна быть, ну смартфон должен быть установлен вот на какой-то подставке, чтобы он нормально дышал. Ну и, соответственно, теорию проверим, что чаще всего, сейчас как раз чаще всего мощность 45-46 Вт. Тогда, когда процент заряда смартфона составляет до, в основном это до 20, иногда там может быть варьироваться там до 25%. И вот мы видим, что начинает падать после 21%, видите, 34 Вт. И максимум дальше идет 34 до 35 Вт. Соответственно, от нуля, ну точнее даже не от нуля, там где-то от 1-2% скорость заряда и мощность будет 45 Вт до 21-22%. Вот, как вы видите, как показывает практика. Далее, мощность будет падать до 35 Вт. Как вы видите, сейчас на практике 34. Ну и с таким успехом дальше немножко будет еще проседать мощность. Но, в основном, где-то процентов до 70-80 будет держаться примерно, где-то до 70 будет держаться примерно такая вот мощность зарядки порядка 35 Вт. До 35 Вт. Может быть, местами будет снижаться мощность до 30-29 Вт. Ну, в принципе, дальше вот так вот и будет все работать. Ну, вот тем временем уже получается 42% заряд. И мы видим, что здесь получается 30-31 Вт. Соответственно, опять-таки, видите, падение емкости происходит. И что здесь уже можно сказать? Давайте я вам покажу, чтобы хотя бы видно было. Вот так вот, что это 31 Вт, все-таки, а не 37 Вт. И здесь можно сказать, что, знаете, фактически, получается, смартфон поддерживает 45 Вт. Но это фактически. А вот на практике, на практике, вы видите, что 45 Вт работает только очень короткий промежуток времени. И на этом все. Соответственно, что получается, что 45 Вт добиться можно, но пользоваться этим практически нет. Как часто вы разряжаете смартфон ниже 15%, ниже 20%. И если вы делаете это постоянно, скажу вам сразу же, что это не есть хорошо для батареи смартфона, когда разряд становится уже ниже 20% и ниже 15%. Как раз самые оптимальные варианты, вот держать заряд в смартфоне в пределах 20-80%. В таких пределах, когда будет батарея постоянно находиться, то больше шансов на более длительную и счастливую, успешную жизнь батареи вашего смартфона. Будет лучшая автономность и больше по сроку проработает. Это первое. Ну а второе, получается, что большую часть времени ваш смартфон будет заряжаться с мощностью порядка 30 Вт. Плюс-минус 5 Вт, например. Может быть, как вы видели, 35, а может быть и как сейчас 31. А немного позже, может быть уже 29, 27 или 28. Так что, по сути, знаете, в теории есть, по фактам есть, на практике практически нет. И знаете, почему такого нет? Да просто, почему я не сразу это понял, спустя длительный период времени я это понял. Потому что я смартфоны не разряжаю до 10%, до 5%, до, ну, чаще всего, вот сейчас 30, вы видите, падает постепенно. Чаще всего до 48 мы доходим, до 50%, да, и будет падать мощность еще. В частности, я именно стараюсь, ну, вот, заряжать как раз примерно, примерно, я не говорю, что точно, я говорю, что примерно плюс-минус в пределах 20-80%, от 20 до 80. А в этих пределах как раз смартфон, как вы видите, заряжается 30-35, вот и все. Вот из-за этого я не смог, не увидел раньше и не проверил, не протестировал. Сейчас, чисто благодаря наблюдениям, я вот такие вот нюансы вижу, понял и понимаю, что я практически ничего не упустил. Почему? Да просто потому, что, ну, я не так часто разряжаю смартфон до таких пределов. И, соответственно, толку мне практически никакого нет от такого вида быстрой зарядки 45 Вт. Все равно это будет плюс-минус 30 Вт. Вот и все. Вот, вот как-то так. Теория одно, факты другое, на практике все равно получаем совсем другое. В итоге, какие выводы можно сделать? Сделать можно выводы, что самое главное, соблюдать несколько параметров. При покупке зарядного устройства проверять, чтобы были стандарты и протоколы Power Delivery. Чем выше версия, тем, конечно же, будет лучше, потому что будет и запас на будущее, например, вам. Ну и чтобы PPS протокол точно так же работал. И в этих случаях у вас будет работать быстрая зарядка на вот этом вот смартфоне и, вполне вероятно, на всех последующих. А стандарты Power Delivery и PPS протоколы будут сейчас есть на практически всех возможных зарядных устройствах. Как я и показывал, на таких вот Bezos, на Ugreen и на множестве разных, по типу там Essager, Tukey, AsomTech и множество других зарядных устройств, уже имеют такие протоколы для зарядки. Соответственно, что это радует? То, что можно покупать уже такие зарядные устройства. И они относительно недорогие. Можно что-то уже найти от 10 долларов. Это приятно. Ну и немаловажно также, чтобы кабель поддерживал пропускную способность. То есть мощность была повыше. Соответственно, чтобы вы сейчас можете видеть, это кабель 100 Вт. Ну и точно так же, чтобы поддерживался Power Delivery с определенной мощностью. И точно так же смог пропускать определенное напряжение и силу тока. В данном случае можно ориентироваться, что чаще всего, если будет это 100 Вт кабель, он будет иметь такие возможности. Так что при покупке зарядного устройства на Samsung S24 Ultra это стоит учитывать. Ну а в течение зарядки мощность может падать. Потому что если перейти и посмотреть на... Ну сейчас мы видим, что 33 градуса температура сейчас небольшая. Но если будет подниматься температура до 40, тогда мощность зарядки может падать. Опять-таки все зависит от того, будете ли вы пользоваться смартфоном. А я категорически не рекомендую пользоваться смартфоном во время зарядки, в особенности быстрой зарядки. Ну и все, конечно же, будет еще зависеть от того, какая температура помещений, какая нагрузка есть или нет еще дополнительная на смартфон. Вот как-то так. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если у вас есть чем дополнить, дополняйте, пишите, рассказывайте, показывайте. Вот это вот все, что хотелось бы показать и сказать о зарядном устройстве Samsung на Samsung S24 Ultra. Кстати, все это еще касается Samsung S23 Ultra и S22 Ultra. То есть все это применимо к тем же самым смартфонам, начиная с 22 Ultra, заканчивая 24 Ultra. Так что имейте это также в виду.